Кто вы, Рустам Абдувахитов? Я предприниматель, развиваю сектор туризма. То есть вы относите себя к предпринимателям новой формации? Однозначно. Аль Паумеш Ледовый дворец, он уже начал давать прибыль. Сколько денег было вложено в него? Около 30 миллионов долларов. Мы строить умеем, но продавать должны учиться. В ресторанном бизнесе есть один очень тонкий момент. Любой барьер имеет значение. То есть даже одна ступенька может повлиять на посещение ресторана. Это не бай новиков, это реально новиков в кафе. Сколько будет стоимость проекта в аквапарках? Более 200 миллионов долларов. В Центральной Азии сердцем может стать Ташкент. Мы сейчас находимся в выставочном зале КАЭКС. Да? Да. Расскажите его историю. Это часть туризм интертеймент групп. Экспоцентр, он открылся в сентябре прошлого года. На сегодняшний день количество выставок уже более было, по-моему, четвертая выставка уже была. Вот недавно она закончилась. Кроме этого мероприятий прошло где-то примерно 20. Этот выставочный комплекс уникален многими моментами и построен по международным стандартам. Мы изначально вообще планировали построить выставочный комплекс в центре Ташкента, но поняли то, что город будет развиваться в сторону нового Ташкента. Решили именно построить здесь. Сколько денег было вложено в него? Около 30 миллионов долларов. Про вас мало пока известно в целом. Расскажите о себе. Кто вы, Рустам Абдуллахитов? Я предприниматель. Развиваю сектор туризма. Компания Tourism Entertainment Group полностью сфокусирована в основном на четырех направлениях. Это развитие отелей, ресторанного бизнеса, арендного бизнеса и в то же время сектора развлечений. У вас в портфолио уже есть несколько проектов. Мелий Бог, Уэллмор Резорт, отель Чарвак, выставочный центр Каек, Сузбекистан, Экобазар Беруни. По поводу парка Мелий Бог, расскажите, что за проект? Да и вообще в целом и про Уэллмор, и про Экобазар Беруни. Бывшее Комсомольское озеро. Задача была поставлена восстановить ее. Наша компания уделяет большое внимание историческим объектам. Это, в первую очередь, Национальный парк и Алпомеш есть, Ледовый дворец. Мы сторонники, чтобы именно исторические, культурные объекты восстанавливались и в то же время развивались. Удивительно то, что в январе и в феврале Алпомеш, Ледовый дворец, он уже начал давать прибыль. Политика компании такова, мы должны делать и вносить пользу государству. Но в то же время удачно получилось, и этот объект начал приносить прибыль. Здесь я слышал, что прям все по международным стандартам сделано, сам выставочный центр. Да, так и есть. Здесь общая территория 18 тысяч квадратных метров. По стандартам, один квадратный метр он поднимает 3 тонны. Также каждые 7 метров здесь все удобства для предпринимателей. Есть 220 киловатт электричества, 380 киловатт. Также есть воздух, например, может проходить выставка с текстильного оборудования. И для оборудования нужен воздух. И за счет этого вот эти все стандарты, они сделаны. Кроме этого, да, 7 метров, допустим, есть эти все условия. Но бывают такие выставки, где нужно будет больше мощностей. В таком случае, вот в середине выставочного комплекса здесь подвал. То есть, если вдруг какое-то оборудование, оно более масштабнее, в таком случае мы можем поднести эту всю аппаратуру. Вы несколько раз уже упомянули в начале интервью, что Жакон Геребедович ваш наставник. Как глубоко он погружается в ваши дела? Насколько вы с ним обсуждаете проект? На сегодняшний день он сильно увлечен сектором туризма. И за счет этого он детально все смотрит. Он предприниматель, который любит это все. Ему интересны все детали. Поэтому он очень сильно увлечен в это. В какой момент вы начали заниматься бизнесом? Ну, студенческие годы я работал. А потом, после того, как уже закончил университет, потихоньку начал с ресторанного бизнеса. Затем уже перешел в торговые центры. Один из ярких примеров был в тот момент Atlas Mabel проект. Он до сих пор есть. Находится на перекрестке Чимган. Мы полностью меняли культуру мебельной индустрии. Мы давали в аренду эти зоны. И предприниматели просто приходили и ставили свою мебель на площадку, как бы не ремонтируя и не делая такой легкий ремонт. Потом нам приходилось им показывать, вот, ребят, смотрите, есть, допустим, ковер поставить, постелить, или паркет сделать, какие-то световые моменты разыграть, чтобы ваша мебель выглядела уютнее и красивее. Научили. Год прошел. Продажи у них повысились. В день приходит примерно 4 тысячи человек. То есть посещение, оно достаточно для мебельного торгового центра. Это хорошо. Можно ли научиться быть предпринимателем? Или это врожденно, как вы думаете? Однозначно возможно. То есть научиться можно. Но нету, изначально скажу, нету какой-то такой теории в мире, что вот именно какая-то книга вам может подсказать. Нет, в большинстве случаев это практика. Есть же люди, которые вот прям рождены быть предпринимателями, а есть те, которые заканчивают бизнес-школу, всякие MBA, в итоге они не сильны в предпринимательской деятельности. На то и акцентирую на практику. То есть даже если человек очень много-много учится, в практике это может выглядеть по-другому. На сегодняшний день я, допустим, учился в Вестминистерском университете, и из, допустим, 20 предметов, которые мы изучали, на сегодняшний день я использую буквально где-то 5-7 предметов. И в основном это связано с маркетингом и с финансовым. В холдинге сейчас сколько компаний? Раньше было 500 компаний. 500 компаний, то есть фирм 500. А на сегодняшний день в основном 4 направления. То есть мы все скомбинировали в одно целое. Первое – это Акфа, алюминиевое производство. Второе – это бытовая техника, Артель. Третье – это строительная компания, Дискавери. И четвертое – это новое направление – туризм и интертеймент. Есть ли из этого количества компаний, фирм, ваше любимое? Что вам нравится больше всего? Это не рейтинг, это просто, возможно, что-то, что вам нравится. Вот на то я выбрал сектор туризма. Почему? Потому что я не производственник. Изучать такие моменты и при этом наслаждаться, сидя возле станков. И в целом я не люблю этого. Следовательно, Акфа и Артель, оно уже не в списке. Строительство тоже как-то не очень сильно привлекает. На сегодняшний день молодежь растет, развивается день за днем. И уже интересы другие. Посмотрите, вот недавно была презентация чат Депетей, и у них новый продукт Сора называется. Вы можете буквально какой-нибудь вопрос спросить, и вам вот это приложение полностью готовит видео. Мир развивается, и мы не можем уже по старым секторам развиваться. То есть вы относите себя к предпринимателям новой формации? Однозначно. Но, к сожалению, они чувствуют то, что вокруг очень много молодых предпринимателей. Я бы хотел бы, очень сильно хотел бы, чтобы было больше молодых предпринимателей. Каждый день, когда мы общаемся с предпринимателями, они в большинстве случаев взрослые, да, и приходится через какие-то определенные барьеры проходить. Вам нужно, ну, издавна культура, так и воспитание предполагает, то, что вы должны все время уважительно относиться. На своем, как бы, на своем уровне и на дружеских моментах вы никак не сможете с ним поговорить. А я, конечно, представляю, как, допустим, в консалтинговой фирме, там, SEO, молодой парень, и я уверен, с этим человеком намного легче будет общаться. Какие еще проекты в группе есть? Аквапарк, долина фестивалей. И ресторан. И ресторан, да. То есть это предстоящий. По очереди поговорим. То, что вы назвали, это предстоящие объекты, проекты. То, на чем вы сейчас работаете. Да. Существующие объекты это Хилтон, Хэмптон, это национальный парк, Велмар, Уиндхамес у нас, отель в Бухаре. Кроме этого, есть Экобазар, есть Альпомеш, это ледовый дворец в Узбекистане. Это все часть группы. Да. Мне, честно сказать, плохо видится связь между этим всем. Почему? То есть это формально, юридически просто обносить? Да, на юридическом уровне это туризм и интертеймент групп. Поэтому я его вкратце называю ТЭК. Это все взаимосвязано, учитывая то, что основной задачей всех этих секторов является привлечение людей и развитие туризма. То есть, допустим, Экобазар. Все люди удивляются, почему Экобазар может быть туристическим объектом. Интересен, да? Нет, наша национальная кухня, наши национальные продукты, они в любом случае предполагают то, что туристы, они заинтересованы в этом, они интересуются, они любят местную кулинарию. Поэтому Экобазар – это однозначно тема с туризмом. Ну, экспо-центр, понятное дело, основной стратегией является то, что нужно развивать молодых предпринимателей, вообще в целом предпринимателей, чтобы иностранные были договора между местными компаниями и международными компаниями. это, как бы, знаете, такой бизнес, который вечно будет существовать, если будут всегда предприниматели. Знаете, мы когда делали в прошлом году первую выставку, она была посвящена в сфере мебельной индустрии, и мы столкнулись с одним моментом, то, что, допустим, 100 участников, которые издавна всегда участвовали на мебельной выставке, вот в течение 20-25 лет они участвовали на мебельной выставке, мы, согласно УСТАТу, взяли то, что в этой сфере работает 25 тысяч предпринимателей по всему Узбекистану. Мебельная индустрия, она очень сильно развита, то есть у нас издавна люди знали, что это такое. За счет этого мы начали изучать, почему это так, почему другие предприниматели не заходят на выставку, да. После этого мы пришли к такому выводу, то, что, во-первых, цена дорогая. Случайственно, выставка дорогая. Мы даже вот на своем примере, мы взяли одну маленькую компанию, это в виде примера мы брали дистрибляционные компании, которые из Китая привозят офисные кресла, и посчитали, сколько они могут зарабатывать. Речь идет о 50 миллионах сомов в месяц. Потом посчитали, окей, выставка, которая в Узбекистане проходит, она приблизительно за один квадратный метр, они должны оплачивать минимум 200-250 долларов. В долларовом эквиваленте, а так где-то это 3 миллиона сом на сегодняшний день. За счет этого предприниматель, который берет 30 квадратных метров, 9 тысяч он не оплатит. Однозначно он не может оплатить, да? Ну да, согласен. За счет этого мы и сделали. То есть, в первую очередь, мы даже вот мебельную выставку на 75 долларов продавали. Мы сторонники, чтобы молодые предприниматели именно могли участвовать на этой выставке. Чтобы они тоже... Ну, тем самым расширяйте рынок. Да, да, да. То есть, хотелось бы, понимаете, но молодые должны это делать. Это один из инструментов маркетинга. Вы в интервью Дарьо сказали, что туризму в Узбекистане необходим буст. Слите вообще за тем, что происходит в сфере туризма в Узбекистане? Слежу очень часто. Выходит новая возможность. Государство дает очень много возможностей и льгот в эту сферу. Что касается последнего поста в социальных сетях, буст. В 2017 году начался строительный бум в городе, вообще в стране в целом. И все начали строить. Почему? Потому что уважаемый наш президент Шавкат Мировоныч Мерзиоев, он защитил и как бы поддержал предпринимателей. Таким образом, многие предприниматели, что умели у нас в Узбекистане делать? Умели хорошо строить. То есть, у нас многие предприниматели, они издавна умеют хорошо строить. Сама культура такова, да? Много предпринимателей построили, но им теперь нужен второй этап для развития. Это что? Это работа над сотрудниками, работа над сервисом, работа над рекламой. 100 квартир, допустим, в одном доме. Из них в большинстве случаев проданы на сегодняшний день 70. Мы строить умеем, но продавать должны учиться. Все больше и больше день за днем работать над этим. Вот это и есть. То есть, для меня буст, как бы новый. И это нужно нам. Что бы вы изменили в нашей туристической сфере? Чего, возможно, вам не хватает? Что есть там в том же обожаемом Дубае? Не знаю, в Италии или во Франции? Здесь все есть. Все есть. Нужно время и работа над командой день за днем. Надо вообще в целом менеджментом. И таким образом, я думаю, через определенное время в Центральной Азии сердцем может стать Ташкент. Мое предположение. Почему? Потому что я не опираюсь только лишь на какие-то мысли. Я опираюсь на консультантов, которые прилетают, специалистов в сфере отелей. Допустим, недавно прилетал представитель Армании отель. Когда увидел, что сектор развивается, город развивается, Узбекистан развивается, он был удивлен. И почему Армании? Я объясню. В Тубае одним из первых отелей в лакшери сегменте был Армании отель. Ну да. В Бурдж-Халифе есть отель Армании. Сейчас мы на стадии переговоров. Вот тоже недавно коллеги летали в Милан, разговаривали, встречались с владельцем. Я думаю, мы на правильном пути. Почему лакшери сегмент и вообще в целом хай-класс здесь, ну, во-первых, мы уже с Хилтон и Широтон, в принципе, со всеми работаем. Но если вы, допустим, уже привезли такой топ-бренд в мире, который уже знаком, за ним сами пойдут бренды. Ну, я слышал такую теорию, что вот большинство люксового бизнеса, да, это по большей части только поддержка, это вливание денег. Особо деньги они не генерируют. То есть проще, ну, не то, что с позиции бизнеса, с позиции заработка проще открыть там 2-3 завода по производству рам, да, там, скажем так, чем один там Армании отель или еще какой-то совсем лакшери продукт. Насколько это верная информация? LVMH Group, Арно, он доказывает обратное. Я говорю про Узбекистан, только про Узбекистан. Потому что у нас, ну, как говорят, у нас вот не человеческого капитала, именно людей для потребления люксовых услуг, чтобы это был стабильный зарабатывающий бизнес. День за днем растет. Количество туристов растет. Раньше, допустим, на первой категории стоял Казахстан, ну, согласно статистике Хилтона. На сегодняшний день уже их опередил Китай и Россия. И китайцы, я вам скажу, они любители лакшери сегмента. Поэтому я считаю, что если спрос растет, то и эта деятельность как бы будет расти и развиваться. Что по будущим проектам? Ну, будущие проекты, буквально, они были озвучены в СМИ. Это Аквапарк, капсульный городок, то есть Долина фестивалей и пару ресторанов хороших, разного сегмента. Долина фестивалей, это что-то вроде, тоже было заявлено, там, типа Burning Room, Burning Man, и так далее. Ну, Burning Man мы не имеем в виду то, что мы будем сжигать, конечно, деревья. Мы больше всего фокусируемся на масштабе, на ивентах разных. Но при фестивальном городке будет капсульный городок. То есть это что-то космическое. Мы на фотографиях давали тоже, показывали этот отель. Он уникален, то есть и уникален не только своим дизайном, но и так же уникален тем, что в Узбекистане будет самый большой капсульный городок в мире. То есть мы уже заказали 200 капсул, а предполагаем 1000. Насчет Аквапарка. Есть мысли, где он будет? Аквапарк предполагается построить в Новом Ташкенте. То есть это проект тоже ближайшие 3-4 года? Ну, однозначно мы его будем начинать в этом году запускать строительство. Мы предполагаем то, что не 3-4 года займет, а 2 года займет строительство. Еще какими-нибудь планами поделитесь? Я хочу детальнее рассказать о Аквапарке. Давайте, давайте, конечно. Аквапарк, он будет уникален. На 20 гектарах будет построен Аквапарк. Там будут около 20 аттракционов. Уникальностью будет то, что один аттракцион войдет в Книгу рекордов Гиннеса. Так. Я не буду назвать, какой именно аттракцион. Почему? Потому что очень много сильных, тоже больших, крупных предпринимателей, которые, как услышат, сразу могут сделать что-то ближе к этому или больше. Ну, какая-нибудь самая высокая горка будет там наверняка. Что еще можно сделать в Аквапарке? Много чего можно сделать. Много чего, очень много чего можно сделать. И также люди смогут днем провести время в Аквапарке и в то же время вечером посмотреть шоу. Там будет шоу, водное шоу, где с участием акробатов, с использованием 3D-мэппинга и так далее. Поэтому вот этот проект, он разрабатывается американской компанией Legacy Entertainment Group. То есть эта компания делала проект для Диснея, делала проект для китайских парков, типа Чимилонг. Чимилонг – это в мире самый посещаемый Аквапарк. То есть в год приходит 3 миллиона человек в Китае. Он находится рядом с Макао. Сколько будет стоимость проекта в Аквапарке? Более 200 миллионов долларов. Хорошо, хорошо. Что по ресторанам? Строится. Строится в кафе, вы уже говорили, да. Да. Ближе к лету мы планируем открытие ресторана Новиков в Узбекистане. Это не Buy Новиков, это будет сам Новиков кафе. Кроме этого, мы открываем тоже летом ресторан Шале. Этот проект тоже нам очень сильно нравится тем, что человек, который придет в ресторан и сядет, он почувствует всю вот эту природу вокруг себя. А где он будет? Он будет находиться в Сеумуне. Согласно открытым данным, установленный фонд, установленный капитал компании составляет 50 миллиардов сумм. Это около 4 миллионов долларов. Поскольку мне известно, для туризма такого размера усынный фонд не требуется. Почему такие большие вложения? Во-первых, мы сторонники, чтобы все было открыто и чисто в плане налоговой системы. Во-вторых, проекты, то есть проекты они большие. И 4 миллиона долларов, по сути, это небольшие деньги для тех проектов, которые мы упоминаем. За счет этого мы сразу закладываем энную сумму для покупки, допустим, каких-то начальных оборудований или консалтинговых услуг и так далее. Очень часто употребляете слово консалтинговые услуги. Вы очень много нанимаете консультантов? Да, много, очень много. Почему? Потому что сектор новый. И вообще в целом политика холдинга такова. То есть мы в первую очередь учимся у кого-то. Нанимаете иностранных консультантов? Да. А в Узбекистане нет консультантов? Без сарказма спрашиваю. Я не знаю. То есть мы когда-то работали с местными компаниями, но все равно, знаете, здесь дело не в том, что в Узбекистане есть ли или нет. Здесь больше всего атмосфера новая. То есть, допустим, европейцы или консультанты из Турции, они все равно вносят уже другую атмосферу. А те консультанты, которые здесь, они в большинстве случаев уже дают такие консультации, которые возможно... Которые вы сами знаете, в общем-то. По поводу инвестиций. Планируете ли привлечение, не знаю, там, организации вроде БРР, там, Азиатского или Исламского банка в развитие? Что-то такое. Или это все сугубо ваши личные деньги? Мы заинтересованы в привлечении денег с банков в развитие, но на сегодняшний день, в первую очередь, мы делаем аудит нашей компании для того, чтобы в дальнейшем уже работать с банками развития. У них там и требования, насколько я знаю, большие. За счет этого мы и делаем аудит. Опять-таки, согласно открытым данным, 99% компаний принадлежит Шахангире Абидовичу, 1% не горе от Тахаджаевой. Такое же разделение в компании Artel Electronics, насколько вам неизвестно. И во многих других, скорее всего. Для чего вот эта вот форточка в 1% оставляется? Согласно законодательству, владельцам материнской компании не может быть одно физлицо, которое управляет дочерними компаниями. То есть, по правилам так. Но, я вам скажу открыто, Негора Бахрамовна имеет право и даже больше, заслуживает, как бы больше иметь процентов. Дела семейные, как говорится. Ну, конечно, но как бы... Насколько она влияет на Луканира Абидовича вообще? Она поддерживает его очень часто. И во многих моментах, когда ему нужен какой-то определенный совет, он обращается к ней, он во многом ее направляет, его направляет. И, ну, бесценный ее труд для него самого и вообще в целом для детей, для нас. Есть ли планы, не знаю, холдинга у вас лично выходить за пределы Узбекистана? Все-таки рынок за пределами гораздо больше, да? А так, как мы все-таки знаем, что вы больше внутренняя компания, пусть и гигантская. Однозначно они есть. Почему? Потому что бренды, которые мы завозим, они все равно предполагают расширение. И те же отели, и те же рестораны. Мы, я думаю, год пять пройдет. Мы предполагаем, однозначно уже через два года будем заходить через рестораны. То есть вы будете экспортировать рестораны? Давать франшизу. Нашим ресторанам, вашим? Да. То есть мы, допустим, получаем франшизу, допустим, турецкую, да? Да. Рамскофтэ, допустим. Мы из-за того, что себя утвердили на этом рынке, они дают возможность утвердить эту компанию, их бренд в Средней Азии. То есть вы, теперь уже вы как менеджеры? Да. А это так работает? Я не знал, что можно так перепродавать франшизу. Можно, можно. Если вы, большинство брендов, после того, как вы завоевываете их доверие, вы можете их дальше как бы расширять. Рестораны бизнеса, вы упомянули, чем занимались? Было кафе, мультимафе назвалось. А, мультимафе, да, я знаю. Это один из первых-первых проектов холдинга. Да, он открылся в 2018 году. Да. Но дальше дело не пошло. Формат интересного, наверное, сама локация не очень подходящая. Неправильная локация. Мы новички были. И неправильная локация с точки зрения нету стоянки, во-первых. И второе, была вторая локация. Во второй локации был момент, что это третий этаж. В ресторанном бизнесе, знаете, есть один очень тонкий момент. Любой барьер имеет значение. То есть даже одна ступенька может повлиять на посещение ресторана. Интересно. Интересно. Но вы продолжаете заниматься ресторанным бизнесом? Да, занимаюсь. Что сейчас есть в портфеле? О, Сити-21, Тамблер, сеть Рамос Кофте, Кочи Баши. Открываем новые рестораны, привозим. Вот недавно встречались с Пробка Групп. Это в СНГ есть крупные три компании. Это Новиков Групп, Гинза Групп и Пробка Групп. Вот мы недавно с ними встречались. Планируем открыть здесь Мина Ресторан. Это итальянская, ливанская кухня. В то же время строится сейчас Новиков Кафе. То есть это не бай Новиков, это реально Новиков Кафе. Интересно. А примерно на каких условиях обычно такие проекты? На основе франшизы. То есть они вас, грубо говоря, обучают, дают вам. Вы вкладываете деньги. Да, мы сами. Но они, соответственно, на эти деньги вам все обустраивают, делают проекты. Да, да. Начиная от дизайна, готовят всю систему, дают всю систему работы и на кухне, и с персоналом. И подготавливают. Вот, допустим, у нас ребята недавно прилетели из Дубая. В Дубае есть Новиков Кафе. Десять человек, они там обучались месяц. Прилетели, сейчас уже тренируются дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова